В эфире итоговая информационная программа. Здравствуйте! О событиях этой недели вам расскажут наши авторы и я, Алена Куколева. Смотрите в этом выпуске. Рязань в объятиях снежной стихии. Управляющие компании могут быть оштрафованы за неуборку снега. Тренировочный день. В Рязани открылась учебная база спецназа. Курс доллара вверх, поездки за границу вниз. Рязанцы отказываются от поездок за рубеж. Несмотря на то, что по официальной информации ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом на территории Рязанской области не оценивается, как критичное в городе продолжает нарастать напряжение. Так, в СМИ постоянно обновляется информация об эпидемии и в других регионах. А в аптеках областного центра заканчиваются специализированные лекарства. Этот враг невидим, коварен, нападает на самых слабых и маскируется под обычную простуду. Первыми в группу риска попадают беременные женщины, пожилые люди, маленькие дети и те, кто пренебрегает простыми правилами профилактики. Самостоятельно распознать вирус не получится. Все симптомы, как у обычной простуды, но высокая температура появляется сразу и надолго. Главное отличие H1N1 от обычного гриппа в том, что в случае неправильного лечения можно уже на второй день получить серьезное осложнение. Поэтому медики призывают не тянуть и при первых признаках сразу бежать в поликлинику. Раннее обращение к врачу, уточнение диагноза, лечение своевременно эффективными препаратами, повторяю, раннее обращение и назначение ранних, высокоэффективных препаратов в ранние сроки болезни. Это одна из существенных мер профилактики возможных осложнений, которые могут быть в первую очередь у пациентов ослабленных. Чтобы не заболеть, медики советуют избегать большого скопления людей, носить медицинскую маску, как можно чаще мыть руки и несколько раз в день протирать дезинфицирующей салфеткой предметы, которые часто держим в руках. Пульты, телефоны, очки, компьютерная мышь и клавиатура – все это требует обработки. Вирус проверяет на прочность наш иммунитет, поэтому в первую очередь все силы нужно бросить на его укрепление. Здоровое и качественное питание является залогом хорошего самочувствия в период вирусов и инфекций. Пища должна быть сбалансирована по всем элементам, белкам, жирам, углеводам, обогащена витаминами. Прием природных фитонцидов также поможет повысить защитные силы организма. Это и клюква, и капуста, и лук, чеснок, дополнительные витамины. Об эпидемии гриппа в регионе речь пока не идет. Количество заболевших увеличилось, но пик заболевания, как говорят специалисты, придется на конец января и февраль. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Рязани на сегодняшний день выше эпидемического порога на 7%. Мощный снегопад, который обрушился на наш регион на этой неделе, конечно, порадовал любителей настоящей русской зимы, сказочной погоды. Но между тем парализовал весь город. Скорость передвижения стремилась к нулю, снегоуборочная техника делала все, что может, но явно не справляется со снежными заносами. И уже в выходные, по словам синоптиков, снег завершится, но зато придут настоящие крещенские морозы. Снег, лед и шквалистый ветер. Центральный федеральный округ сегодня пережил новый удар стихии. Синоптики говорят, что метель и гололедец продолжат властвовать и в Рязанской области, а пока в регионе мощный снегопад. О непогоде коммунальные службы были предупреждены заранее. В темное время суток дороги убирало максимальное число техники. Но снег не переставал идти даже ночью. И если центральные дороги города убраны, то второстепенные улицы и дворы в снегу буквально утонули. До них снегоуборочная техника просто не доезжает. В свою очередь автоинспекция предупреждает водителей отказаться на время стихии от своих авто и пересесть на общественный транспорт. При предъявлении водительского удостоверения проезд для автолюбителей бесплатный. Действует так называемый снежный билет. На первый взгляд такой же сугроб, как и все остальные. Но стоит присмотреться и под снегом, можно обнаружить автомобиль. Таких подснежников по городу десятки. Водители просто не рискуют садиться за руль. Ведь в регионе объявлен предпоследний оранжевый уровень опасности. По прогнозам синоптиков, циклон покинет Центральную Россию уже завтра. Но на смену снегопадам придут сильные морозы. Выходные в регионе ожидают до минус 17 градусов. На полное устранение последствий разгула стихии, согласно правилам, дается двое суток. За это время должны быть убраны с тротуаров не только снег, но и наледь. Кстати, об ответственности за непосыпанный песком и неочищенный тротуар, предупреждающие объявления о гололезе, не спасут. Если вы поскользнулись и получили травму, можете смело судиться с обслуживающими эту территорию компаниями. Ольга Харламова о том, кто и за что отвечает. Не идется и не едется, потому что гололедица. Вот и пришла настоящая зима со снегопадом. Большие сугробы вызвали у рязанцев затруднения. Люди вынуждены перемещаться по очищенным островкам, которых немного. На дорогах появилось больше пробок, машины буксуют, их приходится выталкивать. Хотя существует правило уборки снега. По правилам, ответственная за уборку организация должна была убрать снег в течение шести часов после снегопада. Однако, как мы видим, этого не произошло. Территорию жилых домов должна очищать от снега управляющая компания, а дирекция по благоустройству города, площади, улицы, парки и скверы. И за торговыми точками также закреплены прилегающие территории. Однако сугробы продолжают расти, а соответственно и недовольство рязанцев тоже. Снег это хорошо, считают они, но никогда он затрудняет движение. Мешает, да. Работа плохо проводится по чистке. Главные улицы проспекта чистят, а все, что чуть вбок, просто не проехать, не пройти. Снег очень, конечно, хорошо, потому что это нормальное явление для зимы, но а то, что его не убирают или говорят, что убирают, на самом деле ничего это не видно. В проезжей части все сужены на три метра. Все любые, особенно, где не проходит общественный транспорт. Дворовые территории и въезд во дворовые территории. Вообще управляющая компания, вот в частности управляющая компания номер 17, там ничего не чистится. Вот, работает один дворник вручную, трактор проезжал, может быть, раза два за все время снегопадов. В общем, как выезжать, как ходить, люди падают, пожилые люди особенно, я не знаю, как они преодолевают эти снежные барханы. Организацию, которая не выполняет свои обязанности по очистке территории от снега, могут оштрафовать суммы штрафа от 10 до 200 тысяч рублей в соответствии с законом Рязанской области об административных правонарушениях. МВД России за последние три года вложило 3 миллиарда рублей в строительство и реконструкцию объектов для базирования подготовки подразделений ОМОН и СОБР. Такие данные были озвучены в четверг на торжественной церемонии открытия учебно-тренировочной базы для спецназа полиции в Рязанской области, в которой принял участие первый замглавы МВД, главнокомандующий внутренними войсками Виктор Золотов. На открытии побывала и наш корреспондент Марина Комиссарова. Мероприятие по совершенствованию деятельности подразделения специального назначения реализуется в Министерстве внутренних дел целенаправленно. Только в течение последних трех лет в эксплуатацию введено 16 новых объектов, одним из которых стал современный многофункциональный учебно-тренировочный комплекс для подготовки и обучения ведомственного спецназа ОМВД России по Рязанской области. На строительство комплекса понадобилось 2,5 года, и теперь он позволит существенно расширить функциональные возможности для подготовки спецподразделений, дислоцированных в Центральном федеральном округе. Чтобы ознакомиться с расположением, оборудованием и возможностями созданной учебно-тренировочной базы, сегодня в Рязань прибыл генерал армии Виктор Золотов. Ни для кого не секрет, что бойцы ОМОНов, СОБРов, при выполнении ими служебно-боевых задач, их служба сопряжена с риском для жизни и здоровья. И поэтому им необходимо совершенствовать, чтобы повышать свое служебное профессиональное мастерство. Для этого построена эта база. Хочу сказать, что в 1994 году, с момента своего создания, практически, в 1995 году, в 1994 году, бойцы подразделений в составе сводных отрядов СОБР и ОМОН Рязани принимали активное участие в штурме Грозного. В 1995 году освобождали больницу, заложников больницы города Буденовска. В 1996 году принимали участие в освобождении сводного отряда, который попал в засаду в городе Грозный, в его площадь Минут. И все дальнейшие их действия сопряжены к большим риску. И хочу пожелать бойцам при выполнении их служебных боевых задач, чтобы они возвращались домой и сетли с живыми и здоровыми к своим семьям. Пожелать им удачи и всего самого доброго. На территории базы, которая занимает площадь более 8 гектаров, расположены объекты, позволяющие круглогодично проходить обучение и тренировку, при этом отрабатывая любые ситуации, с которыми спецназовцы сталкиваются в своей профессиональной деятельности. Для нас это действительно масштабное событие. Ведь успешное выполнение поставленных перед нами задач, напрямую зависит от качества наших тренировок, от качества нашей подготовки и, соответственно, от места, где мы сможем тренироваться. Бойцы и сотрудники спецподразделений ОМВД России по Рязанской области и других специальных отрядов правоохранительных органов региона провели демонстрацию действий по обучению на объектах полигона. Сотрудники продемонстрировали задержание преступников на блокпосту и обезвреживание вооруженных бандитов, укрывшихся в жилом здании. Состоялась демонстрация действий по задержанию автотранспорта с преступниками и тактические упражнения сотрудников СОБР. На завершающем этапе сотрудники показали элементы высотной подготовки. На торжественной церемонии Виктор Золотов подчеркнул, что проведение учебно-методических сборов и тренировок – это не прихоть и не демонстрация силы, а необходимый элемент совершенствования подразделений и оценки их готовности к выполнению поставленных задач. Сегодня показательное поступление в своем усердство продемонстрировали не только сотрудники ОМОН и СОБР, но и коллеги спецназа федеральных служб исполнения наказаний и контроля за оборотом наркотиков. Считаем, что сотрудники, принимавшие участие в показательных выступлениях, действовали слаженно и на высоком профессиональном уровне. Замминистр вручил награды сотрудникам спецподразделений. Главный федеральный инспектор Владимир Сарафанов поощрил работников строительно-подрядной организации, благодаря которой был возведен этот комплекс. По итогам посещения учебно-тренировочной базы генерал армии Виктор Золотов провел рабочую встречу с командным составом спецподразделений ОМВД по Рязанской области, где обсудили актуальные вопросы развития ведомственного спецназа. Жители дома по улице Песочинска мерзнут в собственных квартирах. И это при том, что их квартиры в новостройке. В ситуации разбирается Следственный комитет и наш корреспондент Марина Комиссарова. Худенькая девушка с большими карими глазами, которая встретила нашу съемочную группу, Ольга. Хозяйка квартиры в новостройке, в которую она заселилась после Нового года, с маленькой дочкой. Ей к своим 19 довелось выдержать уже столько испытаний, что хватило бы на целую жизнь. Дело в том, что Ольга росла без родителей. Почему и как ее бросили, она не помнит. Я как бы этого тоже совсем не знаю, но у меня как бы в акте о подкидывании написано то, что меня в 5 лет мама оставила на рынке. После этого меня отправили в Солочинский детский дом. Оттуда меня в 8 лет забрала приемная семья. Как бы там не очень хорошо обращались с нами, заставляли работать. У нас было там 13 человек приемных. Вот. И я в 13 лет уже, когда мне там одна женщина говорит, уходи из этой семьи, я от них ушла. И обратно в Солочинский детский дом попала. Когда Ольге исполнилось 18 лет, это было в 2014 году, она, согласно законодательству Российской Федерации, должна была получить жилье. Но тогда в администрации пояснили, что денег нет. И началась двухлетняя история хождения по различным инстанциям и судам. Все это время она со своим маленьким ребенком жила на съемной квартире. На что уходила большая часть ее дохода. В конце концов, в середине декабря ушедшего года Ольгу пригласили посмотреть квартиру в новостройке на улице Песочинской. Естественно, девушка очень обрадовалась. Но получив под Новый год долгожданное жилье, Ольга не догадывалась, чем это радостное событие обернется. Нам, наверное, сказали числа 20 декабря, то, что дадут квартиры. 28-го. Мы уже закупать все как бы начали. Вот как раз 28-го нам дали. Мы вот все завезли, сюда мебель собрали. Мы здесь пока что не жили как бы. Включили котел. И вот на следующий день у нас вот этот угол потек. И весь шкаф вот этот размок сзади, все. На подъемные выплаты для сирота она купила новый шкаф, собрала его, заказала у мастера кухню и вернулась на несколько дней на съемную квартиру, чтобы подготовиться к переезду. Через пару дней, когда она приехала с вещами, первое, что Оля увидела, это разбухший шкаф и мокрая стена, у которой он стоял. Отодвинув шкаф, девушка обнаружила, что стена покрыта льдом. Ольга тут же позвонила в фирму, которая строила дом. Пришли рабочие, утеплили стену с уличной стороны, но ситуация от этого не изменилась. Обратилась к застройщику сразу же, он подослал рабочих, просверлили дырки, из-за этого еще холоднее стало, начало дуть вот с этих дырок. И рабочие, они влили туда в одну дырочку четыре баллона пены, то есть сказали, что там пусто. То есть дом, получается, полностью вообще не утеплен. А еще вот приподняли линолеум, обнаружили там еще какие-то, да, неполадки? Да, то есть там в подвал дырки оттуда очень сквозило. Застройщик предложил Ольге подождать до весны, потому что сейчас устранять недостатки не представляется возможным. Между тем, в квартире действительно очень сильная влажность и холодно, несмотря на работающий обогреватель. Маленькая Алине, ей год и четыре месяца, приходится спать в одежде. В тот же день я позвонила в офис фирмы-застройщика «Квант», чтобы выяснить, будут ли строители приводить в порядок квартиру Ольги. В тот же день я позвонила в офис фирмы-застройщика «Квант», чтобы выяснить, будут ли строители приводить в порядок квартиру Ольги. Ситуация какая. Дом заселился перед Новым годом. Дом стоял долго. Никто никого не хотел заселять туда. Это наш дом. Ради детей-сирот, мы пошли на встречу. Запустили его в морозы. Сейчас время пройдет, и все будет нормально. И девочка будет жить нормально. Все будет хорошо. Девочка стоит в рубашке, а говорит, что у нее 12 градусов. Может быть, вы прокомментируете это? Мне это тоже интересно. В рубашке с коротким рукавом говорит, что там 10 градусов в квартире. Но я таких девочек в первый раз вижу. Ладно, в общем, все станет на свои места. Дом заселится, все жильцы заселятся. Все будет нормально. Мы будем следить за развитием ситуации и обязательно сообщим, каким образом разрешилась проблема Ольги. 70% россиян отказались от поездок за рубеж. Причиной тому стали высокие цены на путевки. Также участники опроса социологов признались, что посещать дальние страны стало слишком опасно. Таким образом, существенно выросли продажи путевок, например, в Крым. Что касается нашего региона, необъятные просторы Рязанской области также пользуются популярностью среди туристов. В новогодние праздники, например, поток туристов, посетивших наши края, увеличился на 35%. Также Рязанскую область отметили в числе лучших субъектов России по развитию внутреннего и въездного туризма в 2015 году. Ольга Харламова разбиралась в особенностях региональных путешествий. После прекращения продаж путевок в Турцию и Египет у многих возник вопрос, где теперь смогут отдохнуть российские туристы. Сейчас все большую популярность набирает внутренний туризм. Спросом пользуются путевки на Черноморское побережье, Красную Поляну, Санкт-Петербург, Казань. На 35% увеличился поток туристов и в Рязани. Надеемся, что вот эта тенденция на увеличение туристского потока в Рязанской области, она, конечно, сохранится и не только в новогодний период, но и на ближайший год. Наиболее, скажем так, востребованными направлениями в этот новогодний сезон у нас стало рекреационное направление. За 3-4 месяца люди уже забронировали проживание на базах отдыха, в санаториях, в гостиничных комплексах Рязанской области. Очень востребовано было и направление культурно-познавательного туризма. На самом деле, можно назвать рекордными цифрами по посещаемости Рязанского Кремля. Это порядка 11 тысяч посетителей за вот этот период новогодних праздников. Музей-заповедник Есенин принял порядка 4 тысяч туристов. Большой популярностью пользуются познавательные экскурсии по Рязанской области. Наполняемость туристических групп достаточно высокая. Помимо Касимова и Константина мы также добавляли сторожиловые кирицы. Одно из таких интересных направлений, посвященных рязанским усадьбам. Также мы запускали неформатные обзорные экскурсии по городу. Ну, просто как для рязанцев, так и для приезжих. Размещали информацию в гостиницах и таким образом наполняли группы. Некоторые рязанские гостиницы в новогодние праздники были заполнены полностью. Гостей нашего города ожидали специально подготовленные праздничные программы. И уже сейчас есть гостиничные номера, забронированные на следующий год. И это не случайно. В нашем крае достаточно много красивых, живописных мест, которые еще не посетили и сами рязанцы. В гостинице комплекса «Конюшный двор» и в гостинице комплекса «В некотором царстве» была стопроцентная занятость номеров в новогодние дни. Мы делаем экскурсионные программы, возим людей в деревню Коростова, в деревню Заокская, для того, чтобы они посетили домашнюю ферму и попробовали настоящие молочные продукты. И попробовали что-то сделать сами. Мы предлагаем нашим гостям поехать к современным художникам Трубиным в деревню Диулина, потому что они на своем участке создали настоящее сказочное королевство. С интересными существами, с большим кораблем, прудом, домиками, бабой-яги, других сказочных существ. Это то, что нельзя увидеть в обычной жизни, но это то, что каждый человек хочет испытать. К нам очень часто приезжают гости из Москвы, Московской области и близлежащих городов Ярославля, Тамбова, Тулы, Владимира. В нашем комплексе всегда останавливаются иностранцы. Больше всего, наверное, гостей из Германии, из Китая, из Франции. Хотя за прошедший год нас посетили граждане США, Турции, Швейцарии, Люксембурга. Так что отдыхать можно не только за границей, но и в России. Ведь наши края не хуже зарубежных. В Крещенскую ночь тысячи рязанцев и жители региона совершили омовение. В областном центре купель была организована на озере Ореховом. Окунулась в прорубь и моя коллега. 19 января Православная Церковь отмечает один из своих главных праздников – Крещение и Богоявление Господня. По сложившейся испокон веков традиции, тысячи рязанцев минувшей ночью окунулись в освященные Иордании, чтобы очиститься от мирской суеты. Ведь, по поверью, в эту ночь вода обретает особые свойства и помогает избавиться от болезней физических и духовных. Приобщиться к древней традиции попробовала и я. Наша съемочная группа в эту ночь работала на Ореховом озере. Надо сказать, решение искупаться в проруби далось мне непросто. Однако уже при первом соприкосновении с водой, когда перехватила дух, я поняла, что эти неповторимые ощущения точно захочу получить еще. Согласно христианской традиции, Господь совершил Крещение, чтобы очистить человечество от грехов. Поэтому погружение имеет смысл, когда оно совершается с верой. Это не просто оздоровительная процедура, это особый ритуал. В такой момент, в такую вот чудесную рождественскую ночь, мне кажется, каждый человек охватывает такое чувство восторга и подъем такого вот. Даже, которые люди и не близки к вере, они все равно вот тут промысел Божий нам, как говорится, непонятен, но нас он посещает. Даже вот кто вот был и далек от религии. Евгения Семеновне, кстати, 71 год. И она сегодня окунулась впервые, как и я. Но у многих пришедших рязанцев крещанские купания – это хорошая ежегодная традиция. Мы уже на протяжении трех лет купаемся на Орешке. До этого купались в Солочи. Но здесь более цивилизованно, здесь все организовано. Здесь МЧС, скорая, вот баня на колесах, пожалуйста. Вот уже два раза зашел, сейчас собираюсь третий раз зайти. Вода теплая, отличная организация, все классно. Давно практикуете? Не, недавно, наверное, года три. Но все равно еще к этому не привыкнешь. Все время настраиваешься, настраиваешься, настраиваешься. Заходишь в три раза и потом... Не могу передать ощущения. Добраться до озера в эту ночь было несложно. От площади Свободы до лесопарка ходили бесплатные троллейбусы. Безопасность людей во время крещенских купаний обеспечивали сотрудники МЧС, сотрудники аварийно-спасательной службы, поисково-спасательной службы на воде, подразделения пожарной охраны, врачи скорой медицинской помощи и сотрудники полиции. На берегу установили палатки для переодевания. Все желающие могли бесплатно выпить горячего чаю. По информации пресс-службы УМВД России по Рязанской области, в общей сложности в богослужениях и омовениях, в прорубях и на святых источниках приняли участие более 70 тысяч рязанцев. Нарушений порядка, а также происшествий на водоемах в Крещенскую ночь не зарегистрировано. А следующий сюжет придется по вкусу любителям подышать морозным зимним воздухом. Ходьба с лыжными палками – отличный фитнес для любого времени года, но особенно пользуется популярностью зимой. Минимум экипировки, максимум простора. Кстати, скандинавские палочки помогают стать не только бодрее, но и страннее. Чем полезна скандинавская ходьба в следующем сюжете. Если еще совсем недавно над спортсменами с палками подшучивали, спрашивали, где потеряли лыжи и крутили пальцем у виска, то сегодня все больше людей поверили в пользу эффективности скандинавской ходьбы. Когда не было летом возможности ходить на лыжах, ходили с палками. И очень странно смотрели на этих людей, говорили, где потеряли лыжи, эти лыжники. Но потом это стало самостоятельным видом спорта, в котором проводятся соревнования. Сейчас мы готовимся к соревнованиям, которые будут проходить в феврале в Санкт-Петербурге. И хотим занять первые места в этих соревнованиях. Этот вид фитнеса называют по-разному. Скандинавская, нордическая, финская, шведская или норвежская ходьба. С палками нагрузка при ходьбе становится более сбалансированный. Работают не только ноги, но и 90% мышц тела. А значит, можно сжечь больше калорий. Ну, во-первых, уважение к себе большое. Что не пролежали на диване, что нет, настроение улучшается. Ну, естественно, наверное, польза-то, конечно, есть. Без ходьбы тяжело. Лишний вес мешает. А вот когда ходишь и дышишь, и легкие, и сердце все восстанавливается, все работает как надо. Когда ходишь с палками, вот эта часть тела работает. И вот у кого бронхит, у кого хондроз, мне кажется, это очень помогает. Вот я по себе чувствую. В городе группа с палками занимается в парке Гагарина. Каждый день сюда приходят новички с желанием овладеть навыками оздоравливающей ходьбы. И уже после нескольких занятий в группе спортсмены могут заниматься самостоятельно. Жители города, наверное, заметили, что часто встречаются люди неординарные, которые летом ходят с лыжными палками, да, но тем более зимой. Это скандинавская ходьба, которая прижилась в нашем городе. И действительно, любитель здорового образа жизни и именно скандинавской ходьбы становится все больше и больше. Кстати, ученые пришли к выводу, что 15 минут занятий на морозе равносильно часу занятий в помещении. Лишний вес уходит на холоде быстрее. Поэтому, если лыжи и коньки вам не под силу, популярная ходьба поможет снизить лишний вес. Такой была эта неделя. Я напоминаю, что все новости вы можете увидеть на сайте гор62.тв. Мы прощаемся с вами до понедельника. Хороших вам выходных. Жилой комплекс «Вива». Как в городе, только лучше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова